И о спорте. Две бронзовые медали привезли североказахстанские каратистки с 13-го чемпионата Казахстана по каратой Кикушенкай среди девушек. Турнир проходил 16 декабря в Кустанае. Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 11 областей и двух городов нашей страны. С победительницами встретился Денис Сивков. Тренер внимательно следит за своими учениками, смотрит за чистотой выполнения боевых приемов. Это юные каратисты выполняют технику боя кумите, одну из самых важных в Кикушенкай карате. Закалка, выдержка и упорные тренировки – только так можно добиться победы над соперником. Именно это и внушает своим ученикам тренер Владимир Витченко. И на 13-м открытом чемпионате Казахстана среди девушек у 8 спортсменок, представляющих нашу область, появилась возможность продемонстрировать свои умения и мастерство. 16 декабря в городе Кустаная прошел 13-й открытый чемпионат по Кикушенкай карате среди девушек и женщин. Наш результат – два третьих места. Результат, конечно, мы ожидали больше, так как у нас участвовали чемпионки республики Казахстан. И в январе месяце мы поедем в Караганду и в феврале в Павлодар, чтобы забрать свои места обратно. Представлено было 11 областей и два города Казахстана – Астана и Матана. Возрастные группы разные. Самой младшей нашей каратистке – 12 лет, старшей – 45. Лада Плотникова занимается карате Кикушенкай три года. На республиканском соревновании взять бронзовую медаль ей помогли старания и уверенность в себе. Это первые мои республиканские соревнования. Я рада, что я выиграла. Бои были сильные. Соперницы были из Ак-Тубе и Павлодара. Я хочу в феврале поехать в Павлодар, попробовать еще раз вытеснить на татами и победить ее, чтобы на следующий год победить ее на Казахстане. Еще одну бронзовую медаль завоевала Аяжан Утигулова. Одновременно с женским турниром проходил и Кубок Республики Казахстан среди мужчин. Но, к сожалению, наша команда осталась здесь без наград. А через день тренеры и старшие ученики сдавали дан тест. Если проходишь такой, то становишься каратистом высшего уровня. Дан – это показатель мастерства. Но, чтобы выполнить его, необходимо пройти заново всю программу карате, показать умения техники ката и кумите, а также сразиться в 25 боях с черными поясами. Такие испытания прошли два наших тренера – Владимир Виченко и Евгений Дулов. Также 17 декабря прошел дан тест, где участвовало 50 человек. С нашей области принимал участие Дулов Евгений, сдавал на черный пояс второй дан. И я сдавал на третий дан. Мы успешно защитились. Денис Севков, Владимир Боровков, Остин ТРК.